Здравствуйте друзья. Темой этого обзора будет гаджет, который не является ни сенсором, ни исполнительным устройством умного дома. Он не передает никаких показаний, не выполняет каких-то действий, соответственно не может использоваться в автоматизациях. Это Zigbee роутер, и его задачей является передача данных от других устройств сети, тем самым расширяя ее емкость и покрытие. Модель RP280 Zigbee 2MQTT, TS0207 Repeater. Протокол Zigbee 3.0. Радиус действия 20-30 метров, мощность 10 дБ. Питание USB-A 5 Вольт до 1 Ампера. Размеры 28 на 18 на 7 мм. Цвет белый. Поставляется устройство в небольшой белой коробке, хотя с учетом размеров в нее можно было поместить из десяток таких роутеров. Надписи на лицевой стороне, кроме слова Zigbee, выполнены иероглифами. Это признак того, что устройство предназначено для внутреннего китайского рынка. На задней стороне написаны технические параметры, про которые я уже рассказал. И тут тоже обилие иероглифов. Первое что пришло в голову после того как я открыл коробку, царское ложе. Зато все доедет целости и сохранности. К слову говоря, магазин очень добросовестно отнесся к внешней упаковке. Комплектная инструкция на китайском языке, так что без переводчика понять из нее что-то довольно сложно. Но и тут магазин показал себя с лучшей стороны. В посылку была вложена инструкция на английском, даже две штуки. Причем это инициатива именно магазина, так как коробка была запечатана, инструкция была отдельно. Кроме этого, на ней есть название этого магазина LoraTab. Самое полезное, что в ней есть это способ сброса настроек роутера, для чего его нужно трижды подряд подключить и отключить из USB порта. Внешнее устройство идентично флешке, или точнее будет сказать внешнему USB Bluetooth адаптеру белого цвета, так как производители флешек обычно больше уделяют внимание дизайну, а тут все довольно просто. На одной из сторон указан интерфейс Zigbee и номер модели. А вот сравнительно с попавшей мне под руки флешкой от Xiaomi на 64 ГБ. Так что можно говорить о том, что устройство очень компактное. USB нужен для получения питания и для роутера подойдет любой свободный разъем стандарта тип А. На зарядной станции, на телевизоре, компьютере, колонке, блоке питания, да где угодно. Их сейчас ставят буквально везде. Потребление очень скромное, всего 150 мВт, это 0,02 Ампера. Так что можно даже подключить к павербанку. Одного заряда хватит очень надолго, если конечно есть необходимость именно в таком решении. На гаджете имеется один единственный светодиод, который светится при его включении, а в режиме сопряжения он мерцает. Устройство предназначено для работы с шлюзами Tuya Smart и обзор логической части начнем именно с этого приложения. Запускаем плагин Zigbee шлюза, у меня это Ethernet версия от Moos. И запускаем процесс добавления, предварительно подключив роутер в USB разъем. После этого устройство обнаруживается и подключается к шлюзу, выбираем имя для него и указываем локацию. На этом процесс подключения завершается и роутер появляется в списке дочерних устройств шлюза. На этом собственно все. Устройство просто есть в системе, какой либо дополнительной информации по нему в приложении получить нельзя. В плагине есть только надпись о том, что шлюз работает. В автоматизациях роутер не участвует. Но брал его я не для шлюза Tuya, а для работы с zigbee2mqtt. Процесс подключения стандартный, роутер должен быть в режиме сопряжения, кстати после удаления из Tuya Smart он автоматически сбрасывается в заводские и переводится в этот режим. Обнаруживается он быстро. Забегая вперед скажу, что в ходе тестирования, я несколько раз его сбрасывал и подключал, и ни разу никаких проблем с ним не было. Модель определяется как TS0207 Repeater. Поддержка официальная и полная, вплоть до корректной картинки устройства. Определяется как роутер, что логично, так как это единственная функция гаджета. А единственный параметр, который от него можно получить в этой интеграции, это уровень качества сигнала. Он же пробрасывается и в Home Assistant. Карта сети сразу после подключения выглядит так. В моем случае большинство связей пока построено на координатор, так как я, не так давно, переносил все устройства стика CC2538 на CC2652, причем пришлось это делать вручную по одному устройству, объединив два зигбиту MQTT в одной системе MQTT брокеров, связанных в режиме моста. Гаджет построил связи с другими роутерами в пределах видимости. Вообще, для оптимизации связи, будет полезно на пару часов отключить координатор. Но из-за карантина, так как вся семья постоянно находится дома, у меня это пока не получается сделать и конечные устройства сами решают переходить им на роутер или нет. По обыкновению проверим поддержку на альтернативе для зигбиту MQTT SLS шлюзи. При тестировании использовалась самая актуальная прошивка на дату обзора от 4 апреля 2021 года. Устройство подключилось быстро и без проблем, правда удивило своей картинкой. Тут изображен датчик протечки от Tuya Smart, у которого совпал номер модели TS0207. Видимо поэтому в ZigBitu MQTT к ней добавлено слово репитер. Но кроме картинки, в остальном никаких проблем нет, устройство будет работать как роутер для ZigBee сети. В SLS шлюзе, кроме уровня качества сигнала, будет отображаться еще один параметр Last Seen, время последнего отклика от устройства, в Unix формате, это количество секунд от 0 часов 0 минут 1 января 1970 года. На карте сети гаджет, он справа, с изображением датчика протечки, отображается синий роутерной связью. В моем случае роутер предназначен для установки в ванную, где есть настенная розетка с USB портами, один из которых время от времени используется для зарядки зубных щеток и диспенсера, а второй всегда пустой. В ней есть несколько датчиков в ванне, а не в розетке. Движение, открытие, климата и пара датчиков протечки. Есть еще роутер, розетка Acara, который управляет бойлером. Но она встроена в стену и уровень сигнала к ней довольно слабый, вот для сравнения. Герой обзора в чуть более чем метре от розетки 108, а розетка 33. Поэтому все датчики, они ниже в этом списке, название начинается с буквы BT, предпочитают цепляться куда угодно, но не к розетке. Процесс самостоятельного перехода датчиков не быстрый, но уже через сутки один из них решил перейти на новый роутер, за остальными наблюдают. Подведем итоги. Герой обзора компактный, но при этом достаточно мощный роутер с неплохим уровнем сигнала, который сможет решить проблему неустойчивой или слабой связью с удаленными устройствами. Для питания необходим стандартный USB-A порт на 5 вольт, причем подойдет любой незадействованный, требования к мощности у него весьма скромные. На этом все, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома, вы можете прочитать в моем телеграм канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.